День в день, час в час, минута в минуту. Радиоболтком. Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Всем доброго дня. Начинается программа «Добро пожаловаться». И сегодня на ваши вопросы отвечает эксперт с опытом организации и руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и Ригасному Парвалдникс Айвер Гонтарев. Здравствуйте. Доброе утро, Айвер. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. На Валдемара 117 и 119 пошли трещины по домам. По наружным стенам были эвакуированы жильцы до сих пор. Там практически люди только могут забирать вещи. Что происходит? Ну, в принципе, это ЧП. Можно вспомнить, что вот на Стурмане 3 тоже была ситуация с домом, где пришлось эвакуировать жителей одного подъезда, где там крыша. Блок, бетонный блок не встал на свое место. Вот говорят о том, что около 500 домов с проблемами в Риге, и учитывая, что значительная часть, большая часть жителей Риги живет в девятиэтажных блоковых, вот этих блочных домах серийных, насколько эта ситуация вообще может стать критической? Потому что мы все время, ну, сейчас начинают их обследовать, техническое состояние. Ну, и вот я сразу, может быть, процитирую, в департаменте жилищной политики Рижской думы говорят о том, что, ну, да, нужно вот элементарно заботиться об этих домах, и они простоят еще достаточно долгое время. Но вот насколько эта ситуация все-таки, мы видим, что постоянно вот то одно, то другое, то третье начинает происходить? Ну, я думаю, больше и больше таких ситуаций будет, да, так как мы же помним даже спрос в прошлой радиопередаче, когда жители звонили с улицы Барона, да, что вот из-за того, что сейчас просто перемещены какие-то транспортные узлы и все остальное, что там ездят большие машины. В прошлой неделе также могли наблюдать увлечение претензии с квартала Тихого центра, где улица Аусакля, Элизабет, там была прорита какая-то траншея, то ли Рига Силтумса, то ли Рига Суданса, и поставлены какого-то рода, скажем так, временные ограничения, но через которых переезжали грузовые машины. Сразу в трех домах почему-то там начали стоики лопнули, да, ну, совпадение или нет, но в вибрации сразу все там очучили, даже считали, что там, например, 8 грузовых машин в час переезжают, которые вот эти ограничения, которые сотрясают дома. Что я этим хочу сказать одно, это тот момент, когда дома эти строились, и есть, скажем так, мы можем сейчас отделить, потому что на Валдемара это не типичная застройка Советского Союза, да, времен Советского Союза. Есть типичная застройка, на которых там, скажем так, одно решение, есть нетипичная застройка, которая довоенная, да, так называемые сталинские дома и так далее, но которые размещены в центре, и на которых больше, например, влияет то, что происходит в центре, начиная с транспорта, кончая застройками, которые рядом проводятся каким-то образом вибрации и так далее, да, и, конечно, в обоих этих случаях нужно, нужен мониторинг, и как-то вот действительно никому не пришло в ум, например, если там как-то меняются транспортные узлы, где от вибраций может каким-то образом повлиять это на все дома, что автоматически город говорит, хорошо, мы тут смещаем какой-то тяжелый транспорт, автобус, еще что-то, ну, от вибраций, наверное, что-то может произойти, да, ну, лучшее решение, наверное, было бы и не пускать таким образом через улицу Бара, например, тяжелый транспорт, да, но в кучем случае, раз спустили, тогда сразу спустили мониторинг, ну, это по каким-то таким коротковременным движениям, да, а про систематики, ну, я лично был в Министерстве экономики, в СЭМе, мы выступали о том, что вот давайте как-то вот наведем в порядок и поймем среднюю температуру больницы, так называемую, по состоянию наших домов, всей Латвии именно и типичные, и нетипичные, да, и как-то централизировано с точки зрения Министерства, тогда и подскажем решение каких-то узлов, да, потому что по типичной застройке это не так сложно, да, там найти, вот, во-первых, все централизировано обойти, но не все, а, скажем так, методом выбора, да, и понять, вот, в каком состоянии, какие серии домов, как себя чувствуют за это время все самые важные узлы, да, и тогда разработать типичные их восстановления, да, каким-то образом, как они должны быть восстановлены, если это происходит централизировано, тогда каждый как открывает, как, не знаю, как стереальные машины мануально и смотрит, вот, если у вас прошло столько лет, значит, обратите внимание на этот узел, если там вот такие признаки, вот, его лечат вот так, ну, вот, все и всем ясно, понятно, и дальше на основании этого прописать в законе уже вот конкретное время, когда, что должно делаться, да, и что это не, скажем так, не идет на выбор, мы хотим это или не хотим, а идет просто вопрос, как это делать и как это финансировать, и что это является как, так называемый, политический непрятежима, как облака, да, пара лишит с дарбей, да, потому что проблема была в том, что до сих пор восстановление домов, она лежит по строке про то, что вы должны, можете голосовать, но это не как необходимо. Вот сейчас мы на эту тему, наверное, и прослушаем нашего слушателя. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Извините, пожалуйста, я не с самого начала и не знаю, есть ли у вас в студии господин Сидорко. Вот сегодня его нету, к сожалению, да, но у нас Айвар Гонтарев, да, тоже прекрасный эксперт. Хорошо, ладно. Может быть, Сидорко потом прочитает. Ну и может, господин Гонтарев. У меня вопрос, как оценивать новый замысел Министерства экономики, наверное, чтобы мы платили не по одному счету за квартиру, да, в месяц, а каждому поставщику платили бы отдельно. Каким образом узнает, например, Силтумс, Лига Силтумс, сколько я потребила тепла? Ну, Рига Силтумс, мне тогда будет выставлять счет по тому, как я подала по счетчикам, а как будет в неучтенную воду, как будет на меня рассчитываться, сколько я мусора выбросила? Или это такая же мертворожденная идея, как ID-карты к 1 мая? Спасибо. Коротко, как отношусь позитивно. Да, в свое время, потому что было востребование от жителей, когда была первая волна банкротов дом правлений, когда дом правлений банкротировали и уходили с большими объемами долгов, тогда по закону Рига Силтумс шел с жителями и говорил, вот, ребята, у вас остался там долг на доме. А эти долги в некоторых ситуациях были очень большие. По-моему, самый большой был 45 тысяч накопленный долг за Рига Силтумс, потому что в то время это был год 2010-2011. И исходя из этого, потом была большая шамы их, конечно, везде, потому что жители уже раз заплатившие дом управлению за тепло и воду, не понимали, не воспринимали, как это может быть, и мы уже платили. Никто же дом правов не контролировал, да, и кто должен контролировать, почему государство не контролировало, почему Рига Силтумс не информировал нас про эту проблему, мы бы раньше реагировали и так далее, и так далее, да, и как бы реагируя на эту проблему, тогда уже пошла идея прямых расчетов. Но в то время лобби Рига Силтумса, ну не лобби, скажем так, юрист, они придумали, что государство им сказало, что если жители проголосовали за прямые расчеты, они должны их ввести. Но государство по закону определяет тариф именно воды, как коммунальные услуги, и тепла. Но государство не устанавливает тариф на почтовые услуги, которые предоставляет Рига Силтумс Рига Силтумс. Но они поняли эту, скажем так, маленькую ямочку в законе, и что сделали? Сказали, что вот, ну хорошо, мы вам будем высылать индивидуальные счета, но они будут стоить от 3 до 5 евро. Каждому владельцу. Ну каждый владелец посчитал, ну а зачем мне это надо? И сказали, что это не будет никаким образом оберегаться от отключения и так далее. И на дом все равно ляжет этот долг общий и так далее. Сама идея позитивная. Здесь много «но». Во-первых, чтобы запретили поступать таким образом, что вот как бы услугу мы вам предоставляем отдельно, но вот почтовую издержку у вас не там 50 евро центов или евро, а 5 евро, да, или 10 евро. То есть не ограничено никаким образом, и сколько поставщик захочет, столько он может выписать. Потому что в нашем месте есть электронные почты, есть всякие системы сейчас в государстве, где вы сами декларируете свой электронный адрес, на который все инстанции могут с вами связаться. Это раз. Второе. Непонятно, что будет оговорено в законе про возможность отключения подачи поставки при коллективном долге. Но целиком сама идея правильная. Почему правильная? Потому что дом управ, в принципе, не должен заниматься перепродажей чьей-то услугой. Потому что по закону, за сколько купил, за столько подал дальше, сколько собрал денег, столько подал дальше. Ну зачем это лишнее звено? Ну, ребят, это ваш услуг. Если водичку поставлять и канализацию, тогда, ну вот, пожалуйста, рассчитывайте жителям. Если тепло, пожалуйста, рассчитывайте. Как? Это уже вторичный вопрос. Сначала нужно решить, действительно ли так. Мы только были бы рады, потому что сейчас самый большой объем каких-то звонков и всего же остального насчет коммунальных услуг. Почему они такие большие? Почему там вывоз мусора сейчас такой дорогой? Почему нам считают по квартирам? Почему нельзя считать по людям вывоз мусора? Почему тепло такое дорогое? Почему там разница в воде такая? Да, и так далее. Ну, эти все вопросы нужно переставить на поставщиков и продавцов именно услуг, чтобы они думали, как идти шаг вперед и как делать так, чтобы этих разниц не было, чтобы тарифы были поменьше. Да, чтобы они получали именно эти звонки, а не мы. Мы тем временем получаем звонки тоже. Телефоны 67212-93-9. 67213-93-9. Здравствуйте. Я дополню немножко. Господин Гонтарев, много чего должно было быть не так. Нам спихнули дома, чтобы мы все оплачивали. А в каком состоянии они их нам спихнули? То есть государство. Об этом кто-то говорит, а теперь какие-то... Я просто, конечно, в шоке от того, что вот сидят и цель только придумывать какую-то очередную рационализацию. Оставили бы все в покое на некоторое время. Возмущенный звонок. Ну, это эмоции. Ну, хочу, наверное, напомнить, но никто никому ничего пихал. Тот, кто хотел, тот мог приватизировать свое время. Да, остальные свое жилье покупали. Свои квартиры. И это такая вечная догма, что в каком состоянии государство должно было бы предложить на приватизацию дома восстановить и восстановленные потом передать жильцам, да. или же или же там вот такие, как есть. Ну, напомню, это 90-е годы и государства денег не было. Да, и потому и потому и землю кому-то отдали, а не владельцам квартиры и так далее. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Вот эта идея, это, знаете, насчет расчета, это уже чисто лоббирование домоуправлений. Как бы нет, что это домоуправлений там министерство экономики ходили и добивается. Ну, во-первых, будем реальны. Это что значит каждый поставщик сейчас вот за счет будет там 3 или 5 евро. Это, во-первых. Ну, во-вторых, ну, ситуация реально на сегодня, потом, может, через 10 лет она другая будет. Что многие люди ведь, ну, как бы платить эти счета оплачивают в той же максиме. Ну, это сколько комиссий, да, сейчас они за одним счетом там берут сколько, 50 центов. Это за каждый счет будет 50, а может еще увеличат по евро. Это, это только думаем, кто, кто на какие звонки будет отвечать. Спасибо. Ну, мы сейчас гадаем в кофейной гуще, да, там нужно увидеть окончательные версии законопроекта, когда я про него уже проголосую, да, и тогда, наверное, можем делать выводы. Ну, есть логика того, что все коммунальные счета идут централизировано через Донправ. У Донправ, в свою очередь, всегда была боль, а почему на нас все, вот, почему все жители нам звонят за пройти тарифы, да, почему мы должны собирать все эти деньги. Это ж не наш, ну, это ж мы собираем и отдаем кому-то, а нас за это бьют. Ну, вот боль Донправ, чтобы знали, там, обратную часть медали, да, за что там Донправ всегда были недовольны, и когда пытались как-то говорить с поставщиками, да, у них нет, они манипулисты, их ничего не интересует, только подавать деньги, да, и все остальное не наша забота. Ну, вот, чтобы концептуально это как-то поменять, может быть, и появился этот закон. У нас еще один звонок, здравствуйте. Доброе утро, я справочку хочу дать, мы в Юрмале живем, и я переехала в Юрмалу в 2002 году, и всю жизнь мы платим отдельно Силтумсу, сейчас у нас Севинити Домправления отдельно, и очень удобно, но и ничего страшного по 50 копеек. Счет стоит Силтумса 82 копейки, тоже нормально, и вот что еще удобно для Силтумса и для нас, что Силтумс долги напрямую с жильцов берет, а не через Домоуправление. Все, спасибо. Спасибо. Да, логично, есть многие города в Латвии, где именно так и происходит, где уже эти прямые расчеты давным-давно существуют, и никаких проблем нет. И еще один звонок, 67212-93-9, здравствуйте. Уж ради бога, извините меня на полминутки, я не устаю повторять, что только персональная ответственность умерит пыл вот этих вот господ, которые сидят и выдумывают. Вот надо бы поставить фамилии под законопроектом, кому это пришло в голову. Спасибо, извините. Ну что, так, я вижу, тут пришли еще вопросы, спрашивает нас слушатель, он прислал на номер WhatsApp 2300-6191, как может новая управляющая компания взыскать собранные деньги владельцев квартир на ремонт вот с предыдущей управляющей компании, которая эти деньги на ремонт собирала, собирала, но ремонт не проводила. Вот я понимаю, что эти деньги где-то зависли в предыдущей, сменилась управляющая компания, и вот жильцы хотели бы получить эти деньги. Иск суд, потому что по закону в течение месяца, когда, если нет других условий, при смене управляющей компании, предыдущая компания должна дать дело дома и всю информацию и все накопительные накопленные денег за это время. Если это не произошло, прямой путь в суд. Просто так, значит, не дадут. Значит, нужна информация, сколько там было накопительного фонда. Если даже этой информации нет, тогда через суд нужно запрашивать эту информацию, чтобы понять по бухгалтерии, бухгалтерскую информацию, чтобы понять, сколько там денег есть, и потом ее взыскать. Другого варианта здесь нет. Это стандартная ситуация при переходе, к сожалению, в Латвии, что не выполняет статья закона. Спрашиваю, да, тут сразу дополнительный вопрос, а кто должен подавать иск? Я понимаю, жильцы или новая управляющая компания? Жильцы своим решением выполномачивают тогда управляющую компанию, адвоката, кого другого, да, кто будет поднимать этот иск, потому что эти деньги всех владельцев квартир, да, он от имени владельцев квартир поднимает этот иск. То есть это механизм такой, должно быть общее собрание, должны принять решение на общем собрании, тогда вот этот начинает раскручиваться механизм. Да, да. Хорошо. Да, еще тут нам кто-то комментирует, да, недавно выступал Калветес, он сказал, что в его конторе не поднимают трубку, потому что не хватает персонала. Ну, не знаю, насколько это хватает или не хватает. Говоря, вот возвращаясь, может быть, действительно к ситуации вот с этими аварийными домами, вот, появляются в самом деле такие ситуации все чаще, и получается так, что вот эвакуируют жильцов, их нужно размещать в гостиницах, их нужно каким-то образом, там, ну, эти дома каким-то образом пытаться заделать эти трещины, зафиксировать. Вот за чей счет это все происходит? То есть, вот пока эти ситуации единичные, я понимаю, что это может быть, происходит за счет, я не знаю, самоуправления или государства, а если эти ситуации станут более частыми, насколько, вообще, вот как будет? Там есть две части, да, там восстановление и все остальные технические вещи, конечно, за издержки владельцев, тут вариантов нет, да, по размещению там есть какая-то программа, в Думе там на сколько-то дней там возможно размещать в основном скорее всего предложат такие, скажем так, условия жилья, что, наверное, вы сами не захотите, то, что есть, они же Думы могут только вам предложить в такой экстренной ситуации, то, что у них есть, как соль жилье где-то или там гостиница какой-то компенсации и так далее, я настолько не смогу вам объяснить, какие там именно вот эти условия по размещению, но я о другом задумывался, потому что не с всяких департаментов в тот день, когда все там началось, так же звонили, да, и я общался с Дом правов этих домов, чтобы понять ситуацию, да, и то, что понятно, что в ближайшее время, к сожалению, по совокупности многих факторов, возможность таких ситуаций будет больше и больше, ну, потому что дома простояли, у каждого есть какой-то вот свой внутренний ресурс, та инфраструктура города, которая вокруг этих домов, когда они строились, одна была одна, сейчас она совсем другая, совсем другое количество транспорт проезжает, совсем другого тоннажа, и совсем другое наружное влияние на эти дома, домов все это имеет, да, рядом строящиеся вот какие-то высотки и так далее, где сверление всякого рода, не знаю, вибрации сильные и так далее, это, конечно, все отражается на рядом стоящих домах, и, к сожалению, из-за этой совокупности таких ситуаций в городе будет больше и больше. Что может сделать город? У города есть программа софт-инансирования по ситуациям аварийным, но это очень, она сделана так, что это очень долгий процесс, если не дай бог, вот как в этих домах что-то происходит, эта программа не предназначена просто для таких случаев, она, да, для предотвращения аварийной ситуации, ну там столько документаций вы должны подать, что вы должны готовиться к этому год, ну, аварийная ситуация происходит сейчас, да, или она может произойти вот в ближайшие, там, недели, дни, месяц, максимум, да, там, ну какой год, ребят, ну давайте пересмотрим эту программу в городе и поймем, что если есть аварийная ситуация, то, скажем так, суппорт, ну какой-то необходимый, который для жителей в тот момент финансиальный для восстановления этого дома или фиксации просто этой ситуации, чтобы она не шла дальше, он нужен сейчас и сразу, потому что, ну, теми темпами, которые, в которых идет государство про определение технических состояний, про разработки все необходимые вот документации и решения по узлам, то, что я рассказывал, оно слишком медленное, она не успевает за тем, как стареют дома и насколько много такого рода ситуаций может возникнуть в городе, ну и это в ближайшие 10 лет тут гадалки не ходи, таких ситуаций будет больше и больше, из этого я вот призываю город пересмотреть те условия, на каких выдается ваша помощь по ситуациям по предотвращению или аварийной ситуации, чтобы она была незамедлительная, да, скажем так, что не запрашиваются какие-то наружные документы, что приходит ваш специалист, примерно видит, что все плохо, да, понимает, что вот издержки будут столько-то и все идет по факту, просто вызываются все необходимые там компании и в каких-то лимитах это все оплачивается, то есть если товаре, это не может быть бумага на бумаге, да, то есть там нужно действовать сразу, и там я хорошо понимаю там опасения чиновников, что как мы там будем выдавать деньги, да, там под, ну, а ребята, а что лучше? Лучше, когда дом рухнет, да, потому что у какой-то бумаги там мы захотели там перестраховаться и бумажка на бумажку, там, техническое заключение эксперт, конструктор эксперт, еще какой-то эксперт, ну, возьмите у себя их в штате или наймите в таких ситуациях и говорите, ребята, точка там в Риге вот такая, в Алдомаре идем смотрим, понимаем, и все уже по факту, потом говорится какой-то грант жителям, все у вас будет, врагах таких, но будем принимать вот по факту, да, вот сколько вот сделает строительство, сколько мы придем, проверим и оплатим, половину, например, или сколько-то. У нас между тем еще один звонок, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. А вот, халло. Да, пожалуйста. А вот как на, скажем, на состояние здания вот влияет, мы, то, что там снаружи транспорт или что-то, ведь, ну, наверное, не только у нас, а всюду. Вот эти, как бы, ремонты делают, но нет, все почти уже мало квартир, которые не сносили бы какие-то там внутри стены. Ремонт делают, ну, как бы, так долбят, что прямо там картины падают рядом с соседней квартирой. И вот такое, как сказать, тоже и вибрация, и такое вот то, что там долбят, ну, это же тоже оставляет, как бы, на состояние здания. Вроде бы, согласовано, что, ремонт. Что это, вот такой ремонт, когда вот, не знаю, вот эта болезнь, сносить там внутренние стены, это просто болезнь у многих. Спасибо. Ну да, что делать, если сносят? Ну, как я говорил, это совокупность всех факторов, в том числе, конечно, за это время строительство каждого дома, там, происходило множество всяких ремонтов, и согласованных, и несогласованных, да, о том, что несогласованные, там, можно узнать только, если кто-то запросит, кто-то посмотрит венитаризационное дело, и поймешь, что там какой-то стенки не хватает, да. Если там не было проекта, насколько она несущая, не несущая, да, ну, как бы мы все понимаем, как бы мы все специалисты, да, с такой стороны, стороны, что, ну, тонкая стенка и толстая стенка, да, но все-таки для этого есть порядок, в городе есть архитекторы, которые должны рассматривать каждую такого рода вот ремонт, перестройку, сной стенкой, и давать свое заключение, потому что, если архитектор не уверен про конструкции, которые затрагиваются в квартире, он запрашивает мнение конструктора, уже специалиста именно по конструкциям, да, и он рассчитывает все, 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 что можно, что нельзя, да, в каких объемах и так далее. Конечно, это тоже все упущено. И, конечно, радиослушательница права, что никто не знает, да, это тоже один из факторов, почему вот появляются трещины и почему вот дома не настолько стабильны. Тут еще один вопрос, ну вот, мне кажется, тоже вечный, конечно, в нашей программе. Куда можно пожаловаться на управляющую компанию, которая знает о необходимости срочного ремонта, аварийной ситуации, но ничего не предпринимает? Дом разрушается на глазах. Есть ли вообще в стране такой контролирующий орган за состоянием жилищной площади? Ну, смотрите, там нужно понять, из-за чего там эта ситуация появилась. Есть там есть какие-то незаконные, не знаю, строительство, неправильно что-то сделано, да, ну, по-любому вы можете вызвать инспекторов Бувалда, да, чтобы они обследовали ситуацию и сказали свое мнение, да, что и как происходит. Но пока, к сожалению, нет никто, кто мог подействовать на дом права, кроме как вас, самих владельцев квартир, потому что вы вправе принимать все необходимые решения. на вас есть это и ответственность о принимании всех необходимых решений. Если вы видите, что дома не в порядке и дом прав не двигается, ну, сделайте собрание о том, что вот нам необходимо делать то, 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 там нужно или какое-то заключение, или какие-то ремонтные работы, да, узнаете, сколько там дом права, накоплено денег, создайте переведите, заставьте перевезти эти деньги на счет Бедрибы, чтобы Бедрибы занимался вот такими ремонтами. Ну, это ваша недвижимость, да, я вас понимаю, что вам хочется кому-то пожаловать, да, но здесь никогда, наверное, к сожалению, я могу честно сказать, не будет такой ситуации, когда будет какая-то рука длинная, которая будет заставлять дом права делать то, что вы хотите, но вы как-то по-другому не можете на него повлиять. Да, здесь концептуально нужно понять, что это ваш дом, это не дом права, это ваш дом, и вы решаете, что в нем будет. Ну, вот тут слушатель продолжает писать, по какому адресу найти инспектора Бувалды, сколько это стоит, и у меня сразу уточнение, это должно быть, это может сделать одна квартира, ну, владельца одной квартиры, или это нужно общее собрание проводить, чтобы обращаться Бувалды? Нет, Бувалды, это общий телефон Бувалды, у них там есть, с головы не помню, но в интернете можно найти просто, что вот вам страшно, что там что-то может обрушиться, или там у вас есть подозрение о том, что где-то что-то незаконно творится, да, и тогда вы просто звоните, они приходят и обследуют, и дают свое заключение, это как, ну, это инстанция города, ничего не стоит. И пишет дальше нам слушатель, устранение самой аварийной ситуации не стоит огромных денег, эти деньги есть у управляющей компании, она, ну, вот как по словам слушателя, она намеренно отказывается делать ремонт, ждет, когда все начнет валиться, ремонт обойдется в огромную сумму, и они на этом хорошо заработают. как я говорил, что вы можете найти своих мастеров, которые скажут, что это стоит столько-столько, мы готовы работать, да, но решение копит о том, что вот мы доверяем работу этой компании или этим людям, да, и даем установку оплатить их счет дом права, такое решение тоже может быть принято. Ну что, мы, наверное, еще успеем принять еще один звонок, здравствуйте. Есть такое, как накопление на следующий ремонт работы, там цифра евро за квадратный метр. Отчего? Ну, у нас было 17 центов, а сейчас поставили 75. Ну, как это регулируется, сколько можно там поменялось. Понял вопрос. Вопрос можно столько, сколько вы сами решите, то есть это ваше общее решение, и обычно такие резкие скачаны, они чем-то обосновлены, то есть есть какое-то обоснование всему этому, скорее всего какая-то работа копится на что-то, то, что нужно прямо сейчас сделать, без чего нельзя обойтись. Нужно спросить решение у дома права, на основании чего поменялось это сумма, да, потому что там должно быть обоснование, просто так не поднимает, так, так, так резко. Спасибо, еще один, наверное, звонок, быстренько, здравствуйте. Доброе утро, реновация дома также ухудшает безопасность всего жилого дома. Ну я даже не знаю, как комментировать это заявление. Хорошо, могут, а вот, могут ли сами владельцы квартир отремонтировать аварийное место на общие территории за свой счет и потребовать оплаты от управляющей компании? Ну, так вот звучит вопрос. Помог, я вас потерял, Олег? Да, 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 сейчас я просто еще раз озвучу. Могут ли сами владельцы квартир отремонтировать аварийное место на общей территории за свой счет и потребовать оплаты от управляющей компании? Да, 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 здесь действует гражданский закон о том, что любой из владельцев, если есть такая необходимость, может привести в порядок это необходимое место и выставить счет всем остальным. Да, то есть здесь в принципе берите в руки и делайте и просто потом на основании, ну, у вас должна быть какая-то документация потом, чтобы эти деньги или снять с накопительного фонда или как-то по-другому выставить. Но если это необходимая услуга, необходимо это делать, тогда это вы можете сами делать. Ну что же, надеемся, ответили на все вопросы. Спасибо огромное. Это была программа Добро пожаловаться. Сегодня на ваши вопросы отвечал эксперт с опытом организации и руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Гонтарев. Огромное спасибо и до следующего понедельника. До свидания. До свидания.